Всем привет, ребята! Я только что сняла вам распаковку посылок с Эбэя, и там же у меня была посылка китченбокса. И это видео с распаковкой продуктов китченбокса. Бегом смотреть предыдущее видео, если вы вдруг его не смотрели. А еще я супер-пупер сочетаюсь сейчас с коробочкой. Мне так нравится его цвет, просто пипец. У меня еще тут стоит сухой шампунь. Кстати, хороший сухой шампунь, это холи-поли, советую. Запах приятный, знаете. Ну, он, конечно, белесый, естественно. Но если у вас светлое волосы, то вам подойдет. Ребята, этот китченбокс составляли Гэри и Роу. То есть два сотрудника Лаш. Я забыла уже, кто они. Но не было голосования за этот китченбокс. Мы не могли выбирать продукты. Они его составили сами, уже поставили перед фактом подписчиков этой, собственно, китченбокса этого. И я знаю, что там. Мне не очень понравилось. Заранее скажу вам, да, что вот по описанию, по внешнему виду, по своей сути, мне не очень понравилось. Я не знаю, как будет на самом деле, понравятся ли мне запахи. И у них потом пошла рассылка, что, типа, вы можете оставить свой отзыв, какой из продуктов им больше всего понравился, чтобы потом один из этих продуктов мы поставили в постоянку. Я думаю, что они должны были сделать голосование прямо, а не просто, типа, чтобы им на почту отправили сообщение. Может быть, оно будет чуть попозже, потому что не всем же сразу доходят эти боксы. И здесь вот такая потрясающая открытка. Здесь, по-моему, это роза, маракуйя, кофейные зерна, еще какая-то штучка, по-моему, это оливки или что. Вот, в общем, да, вот такой вот необычный состав. И здесь написаны свойства и описание всех этих продуктов. Вот это по центру, это бобы тагуа или, типа, орехи тагуа, я не знаю, тагуа над паудр в составе. Ой, здесь наклеечки! Ой, не знаю, что здесь наклеечки, смотрите, здесь наклеечки. Потрясающие. И я обожаю наклеечки от ЛАЖ, это вообще, я люблю мерч от ЛАЖ. Особенно, блин, наклеечки, футболочки, вот это такое. Ой, блин, это круто. Они все такие, знаете, в виде посткод, как это, марк. Вот, вспомнила слово, забыла, марки. Вот, круто, круто. Составы. И давайте сразу открывать и смотреть, что здесь вот здесь вот виднеется. Гель, это самое крутое, что здесь есть. Давайте оставим его на самое сладкое. А начнем мы с вот такой баночки, которая была раскрученная почти. Это скраб эспрессо с запахом кофе. Ну, собственно, логично, да? Вот так он выглядит, он здесь бульдыхается, потому что он скомкался в один комок. И пахнет прям самым настоящим черным кофе. Серьезно, ребят. Такой запах натуральный, я в шоке. Хотя я не думаю, что его сложно сделать, особенно с учетом того, что ваши натуральные ингредиенты. Здесь в составе сахар, естественно, потому что эти скрабики съедобные. Вы так вот помассировали и съели. Масло жижаба для питания. Масло кофе. Органик оренго шугар. Короче, какой-то сахар. Как раз он был там у нас на открытке написан. Про него было написано и нарисовано было. Я не буду пока что его трогать, потому что, скорее всего, я его продам. Ребят, я не люблю кофе. Типа, к сожалению. Именно поэтому мне вот этот продукт заранее уже был... Не нравился. Ну, нет, я могу пить кофе, знаете. Но я люблю сливочный, я люблю сладкий, я люблю молочный кофе с сиропчиками. То есть я, типа, прям самого кофе не любитель. Следующее. Здесь вот такой вот лосьончик. Почему оно все... Ребята, смотрите, у меня тут крышечка сломалась. Короче, здесь сломанная крышка. И оно почему-то было раскрученное. Хотя коробка была не вскрыта. Коробка была полностью заклеена, и все окей. То есть, типа, компания посредническая, они не открывали. Странно. Ммм, пахнет розой, кстати. Ну, здесь так и написано, что... Питчи Роуз. Я думаю, что это персиковая роза, что? Я не знаю. Питчи Роуз это такой вид пиона, а я дурак. Походу. То ли в коробке в пути, то ли когда вот на заводе собирали. Эту крышку сильно вот так вот долбанули, закрыли. Зачем я так сделала? И вот здесь вот, короче, у них пипка. Она, короче, застряла... Слишком много, короче, простите за слово паразиты. Она застряла здесь в дырочке. То есть ее явно прищемили. Ее явно вот так вот долбанули. И, естественно, вот здесь кусок вообще откололся. Нет, у меня есть маленькие такие эти. Я их поменяю, для меня это не проблема. Но, в принципе, это не очень приятно. Давайте я вот так вот чуть-чуть возьму. Кстати, он довольно густой. И сейчас из-за того, что у них баночки поменялись, они стали более плотные. И из них стало сложнее выдавливать. Я думаю, что из-за этого, возможно, у них меньше будет трещин вот здесь вот на этикетке. Но выдавливать сложнее. Особенно, когда он вот такой вот густой. Но я люблю лосьоны в таких банках. Обычно они более жидкие. И они очень удобно используются. Когда особенно раньше были бутылки более мягкие. Поэтому, в целом, эта идея хорошая. Но в данном конкретном случае эта вот идея не работает. Давайте нанесем на руку и понюхаем. Слушайте, это, знаете, роза со лимоном. Точно, роза с лимоном. Давайте посмотрим. Здесь есть роза, миндаль. Так, всякие масла. И липовое масло. Роза, нероли, жасмин и лимонграсс. Вот, лимонграсс. Ну, чуть-чуть угадала. Не совсем, но да. Приятный запах, на самом деле. Оставлю все-таки себе. Потому что у меня, если честно, сейчас лосьоны заканчиваются. И я поняла, что надо себя заставлять увлажняться. Надо заставлять себя мазать всякими кремиками. Когда я снимала распаковку посылок из Англии. Там была также у меня распаковка. Я вам, конечно же, вот здесь где-то прикреплю это видео. Там была распаковка бренда от бренда Cosmetics. Этот набор. Они мне прислали в подарок. И там были у них лосьончики. И один лосьон. Ну, точнее, не лосьон. Это был крем для тела и рук. Он был запахом персика. Это было потрясающе. Я там еще чувствую смородину. И персик. И это было так вкусно. Я так хочу его съесть. И он у меня почти закончился, ребята. Серьезно. Я его использовала меньше, чем за месяц. Не знаю, за пару недель я его использовала. И у меня такого никогда не было. Серьезно. Он мне настолько нравится. Настолько вкусный. Я еще заставляю себя увлажняться. И для меня, как бы, когда приятный запах, это мотивация увлажняться. А я не люблю яркие запахи в кремах. То есть, типа, я улажь лосьоны не очень люблю из-за того, что яркий запах. Поэтому я там дрим-кремом в основном пользовалась. Но этот запах меня просто сводит в ума. Он не химозный. Он именно такой натуральный, какой-то смородиново-персиковый. Вот. Я и весь его использовала. Это хорошо. Это победа. Это круто. Значит, я увлажнялась все эти две недели очень мощно. И, возможно, я этот себе оставлю. Давайте следующий продукт. И это, кстати, голый продукт. Вроде как он целый. А, кстати, здесь вот валяется. Я нашла кусочек от этого. Вот этого волосьона. И это вот такой вот твердый скраб масла. У него тоже кофейный запах. Очень мне напоминает кофе-брейк. Но это называется латте. А, овсяно-молочный латте. Латте на овсяном молоке, в общем-то. Ой, он у меня плавится в руках, ребят. Давайте как бы я быстренько вам покажу, как он выглядит. Вот. Ну, он выглядит как латте. Да, потому что он с маслами. Он весь такой жирненький. И там скрабежешь частички. Это молотый кофе. Тут даже сироп агавы есть. Короче, скорее всего, он очень будет похож на кофе-брейк. По эффекту и по своей сути. Но кофе-брейк это как бы маска. А это вот такое твердое масло. Я не знаю, ставлю ли я его себе. Потому что, опять же, запах кофе я не люблю. Но такие штуки мне нравятся. Потому что он не с солью. Он с молотым кофе. И он с маслами. На зиму это идеально. Если хотите скрабироваться, берите скрабы уже с маслами. Нигде, чтобы вам сразу увлажняло кожу. Следующий продукт. И предпоследний. Это вот такое вот средство. Тропикал Комингл. Я думала, что Комингл это значит будет как, собственно, сам Комингл. Вот этот вот. В Лаше есть и Кидейс Комингл. И просто Комингл. Но, по-моему, это похоже на Селбрейт. И снежную фею. Вот этот вот пенящийся скраб. Давайте понюхаем. Ой, запах потрясающий, тропический. Но знаете что? Он не напоминает коллекцию со Спанч Бобом у Лаше. Потому что там запахи были примерно такими же. И цвет такой же. Ну, это не суть насчет цвета. А вот то, что запах прям похож на мыло Спанч Боб. Скорее всего, это что-то из той же серии. Ну, то есть, да, тропический запах. Я, в принципе, этого и ожидала. Я думала, что будет примерно так же пахнуть. Запах ничего особенного, но приятный. Здесь очень богатый состав. Ребята, я даже зачитывать не буду. Там вообще всякое такое. Это очень сильно похоже на Celebrate Scrub и на Снежный Феррис Scrub. У меня и тот, и другой. Мне очень нравится. Я такое обожаю. Потому что в них молотый рис. И они пенятся, когда ты с водой их смешиваешь. Давайте посмотрим, какие частички здесь у нас. Здесь, кстати, есть ананас. Собственно, в мыле Спанч Боб был ананас. Скорее всего, это вот эта пудра из Тагуа. Потому что я что-то не вижу здесь риса, если честно. И последний продукт. Давайте скорее его посмотрим, понюхаем. Да, последний же, последний. Да, больше здесь ничего нет. Я не понимаю концепции. То есть получается кофе и что-то тропическое. Причем это здесь. Может, потому что и кофе, и всякие тропические фрукты, они где-то выращиваются в определенном месте. И как бы если взять все вот эти вот растения, которые там в Африке, я не знаю, в определенном месте, то получатся вот эти вот все средства. Но для меня вот вообще не сочетается кофе с тропическими вкусами. Я люблю тропические вкусы, но кофе не люблю. И давайте посмотрим на этот скраб. Мне пугает вот это скопление скрабирующих частиц, потому что это у нас молотый кофе, кажется. А, пудра Тагуа, но я думаю, что это не оно. А, пудра из семян маракуйи есть еще. То есть я так понимаю, что здесь и маракуйя, и свежая папайя, соку, беба, ладанбучо, апельсин. Я думаю, что будет вкусненько пахнуть. Давайте вместе скорее понюхать. Он густой, кстати. Да, очень приятно пахнет. Пахнет арбузной жвачкой. Но, опять же, это запах коллекции Спанчбоб. Абсолютно такой же запах, как какого-то продукта из Спанчбоба. Это похоже и на мыло, и на ананасовый вот этот вот лосьон, масло твердое. Очень похоже на арбузную жвачку. Очень вкусный запах, да, приятный. Похоже на гель-манго немножко. Но гель-манго повкуснее, конечно, будет. Это несерьезные запахи. Такие, знаете, довольно летние, тропические. И я не понимаю, почему это вышло в ноябре. По-моему, какая-то тут мутная концепция. Да, окей, здесь все средства связаны со скрабированием. То есть здесь как бы и сам скраб, и твердый, и гель даже с скрабирующими частицами. Лосьон просто для вложения, это окей. Но, а в чем суд-то? Так, Равена Бёрд и Гарри Ширс создавали это все. Ну вот к ним вопрос. Объясните, пожалуйста, как вот, почему именно это? Почему вы не сделали что-то более ноябрьское? Что, какой продукт мне выбрать? Я не знаю. Ну, то есть у меня нет здесь любимых продуктов. Вот мой любимый продукт на сегодня. Это пак с наклейками. Давайте так, что мне менее всего не понравилось. Скраб. У него приятный запах, и он полезный. Он такой приятный скраб. Не сливой. Поэтому, наверное, пусть он будет на первом месте, пусть на втором месте будет гель, на третьем будет лосьон. На четвертом будет вот это твердое масло. И на последнем будет эспрессо. Хотя, как бы, сложно оценивать, потому что мне этот набор вообще не нравится. Ну что это за пиздец такой? Собственно, я ожидала от него этого, и он подтвердил мои ожидания. То есть ничего нового, ничего удивительного. Мои ожидания просто подтвердились. Конечно, я надеялась, что, может быть, что-то меня удивит, и что-то будет получше, чем я ожидала. Но нет. Я ожидала, что гель будет получше. Пахнуть в плане того, что поинтереснее. Но, опять же, он тоже мне, как бы, не удивил. Даже немножко разочаровал. То есть он вкусный и приятный, но он мне напоминает обычные гели из Литуалии. Не знаю, какие-нибудь Дольче Минки и всякое такое. Потому что вот эти скрабирующие частицы, я помню, были гели от Нивея, по-моему, такие прозрачные, голубые. И там были эти частички. У меня когда-то были такие гели. И вот это мне тоже самое напоминает Нивея, как бы это обычно дешевый масс-маркетовский гель. Запах у него тоже очень примитивный, то есть не лашевский. Это запах коллекции Spongebob. А Spongebob был, как бы, рассчитан на большую аудиторию, на таких обычных пользователей, на подростков, детей, может быть. То есть, типа, серьезных запахов там нет. Это просто была бы концепция, нет отходов, нет пластику. Ну, вот что-то вот такое. Я бы поняла, если бы это была летняя коллекция, но это ноябрьская, ноябрьский выпуск. Типа, к чему? Короче, если вас что-то здесь заинтересовало, пишите в Телеграме, может быть, оно вам достанется. Я не знаю, если оно отстанется до этого времени, потому что это видео я выкладываю не сразу, как только сниму. Сейчас я пойду, и я, естественно, выложу это где-то в Телеграме. Хотя нет, я не буду сейчас выкладывать Телеграм. А знаете почему? Потому что у меня профи-деформация. Мне нужно это все красиво сфоткать. А я еще не сфоткала свой предыдущий китченбокс. Хэллоуинский, вот этот вот пиратский. Тоже видеообзор есть у меня на канале. Поэтому, да, работы мне еще предстоит очень много. Еще тут все расхламлять. Вот это вот. У меня, видите, новые гельпы. Даже Синдерс. Вот, все. Это любовь, да. А вот это вот, ну, знаете. Сомнительно, но окей. Дольче мил для жопы. Чисто, вот, серьезно. Ну, ладно, я даю им, конечно же, шанс. Я попробую это в душ. И, может быть, я мнение свое поменяю и напишу об этом в Телеграме. Мне интересно, изменится ли мое мнение. Как вы думаете, кстати. Если что, все. Все ссылки в описании. Переходите туда, там, подписывайтесь. Там я принимаю свои заказы на заказы с eBay. Заказы на заказы с eBay. Угу, да. И на Lush. И там все условия есть. У меня есть отдельный канал. Я всегда все туда пишу. Всю информацию, короче. Не бойтесь заказывать. Все окей. Все нормально. Пока есть возможность, пожалуйста, заказывайте. Потому что, как бы, с каждым днем нам все больше и больше как-то обрывают всякие возможности. Вставляют палки в колеса. Поэтому, я считаю, нужно поспешить. Что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Продвигайте это видео. Мне будет очень приятно и полезно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.